Ну чё, в эфире говорящая голова. Короче, уже все поняли, что мы приехали в Стамбул. Но если кто-то ещё не понял, то мы приехали не просто потусить в Стамбуле недельку, как туристы, посмотреть все их достопримечательности. Именно поэтому, похоже, первое время фоточек будет маловато. Вот, потому что мы приехали для того, чтобы здесь остаться. А для этого нам нужно найти квартиру в долгосрочную аренду. Вот, это такой квест, прям супертяжёлый квест, как найти квартиру в чужой стране, когда ты не говоришь на этом языке, на турецком. Её нужно найти, снять в долгосрочную аренду, подписать договор, оформить всё это. И уже на основании этого договора подавать документы на туристический вид на жительство. Вот, короче, там ещё куча каких-то мелких дел. Но основная наша задача сейчас, это именно найти, где нам жить, как нам жить, и сделать эти документы. Вот. Поэтому пока нам не до туристических мероприятий всяких. Короче, друзья, если у вас есть какие-то советы, рекомендации, знания, подсказки, знакомые, в общем, любая помощь принимается. Вот, любая помощь, которую у вас есть, принимается. Вчера мы были такие уставшие с дороги, что ничего толком не делали, нигде особо не ходили. Сходили только в один ресторанчик турецкий покушать. Вкусно накушались. Надо выложить видео, что мы кушали. И всё. И завалились спать где-то в 7 вечера уже, наверное. Потом я проснулась, повыкладывала чуть-чуть сториз с самолёта, и снова заснула, и сегодня полдня приходила в себя. В отеле у нас интернет есть, но он хороший только по ночам, а днём какой-то очень медленный, тормознутый. Вот, поэтому сегодня была задача номер один купить сим-карту, чтобы быть на связи, потому что я ненавижу, когда я без связи, и вообще, ну, в чужой стране это очень сложно, жить без интернета, без гугла, без полноценных карт. Вот, поэтому мы сегодня покупали интернет. Кстати, про турецкий интернет. Вы же знаете, что цены для местных и цены для туристов отличаются фактически в два раза. То есть 16 гигабайт интернета я купила за 140 лир. И ещё эта симка действует только три месяца, туристическая симка, всё. А для местных совсем другие штуки, но это уже когда есть видножительство, а пока его нету, как бы, всё, ты турист. Вот, ну, пока у меня есть хотя бы эти гигабайты, их можно пополнять, и это уже хорошо. А ещё сегодня мы катались куда-то там, катались далеко-далеко. Надо, наверное, тоже про это рассказать. Мы в самолёте познакомились с русским человеком из Нижнего Тагила. Для всех, у кого Турция ассоциируется с этим Тагилом, вот, мы прям по-честному так пошли. В самолёте познакомились, разговорились. Он живёт тут на нашей же улице, тоже снял себе отель или что там он снял. Вот, он приехал сюда продвигать продукцию своей компании Greenway, рассказывал нам про это. Вот, поэтому у нас тут прикол. Вот сегодня мы ездили в офис туда, посмотреть, послушать, заинтересоваться этой всей темой. Но самый прикол в том, что когда мы пытались купить там карт, такую карточку, типа проездного, куда зачисляются деньги, и тогда ты платишь в метро, в автобусах, в троллейбусах, везде этой карточкой. Мы её покупали, не могли никак купить, у нас что-то не получалось, этот автомат не хотел принимать 5 лир. И к нам подошёл турок, который начал нам помогать. Он не говорил ни по-английски, ни по-русски, по-турецки, мы долго его не понимали, он не понимал нас, но он очень старался нам помочь. Он понял, что мы хотели купить Истамбул-карт, помог нам её купить, вручил её нам. Потом стал спрашивать, куда нам именно нужно, чтобы объяснить, как нам ехать. Посадил нас в автобус один, проехал вместе с нами, вышел на остановки, пересадил на следующий автобус, уточнил водителя, что он идёт именно туда, куда нам нужно. Вот так вот он нас и прав. Такие вот люди, правда, стараются здесь помогать. Мы приехали туда, куда нам нужно. Вот. Вот такие вот у нас сегодня приключения. А, кстати, этот турок, ну, он слышал русскую речь, включился, потому что он в Кострому привозил какой-то станок ювелирный, потому что он сам ювелир. Вот, то есть он понимает, узнаёт, распознаёт, понимает слова, но не говорит. Очень старался нам помочь. Это так приятно на самом деле. Вот такие вот у нас сегодня приключения. То есть сегодня не по достопримечательностям, а по всяким карточкам, по каким-то таким странным местам немножко ездили. Но зато посмотрели на Галатскую башню, будут фоточки. Продолжение следует...